Борисовский Батэ второй год подряд покидает футбольную лигу чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда. Накануне сильнейший клуб Беларуси принимал в ответной игре этой стадии пражскую славию. О том, как развивались события, расскажет Светлана Сиротко. Матч с пражской славией начался для Батэ сверхудачно. Пятая минута Николай Сигневич провел настойчивость, не выключился из эпизода и открыл счет. Весь первый тайм проходил на радость зрителям в обоюдоострых атаках. Но на самом флажке настроение трибун подпортилось. Розыгрыш углового у ворот Батэ завершился голом. В исполнении Милана Шкоды и Борисовчане оказались перед необходимостью забивать как минимум дважды. Правда, долго грустить поклонникам желто-синих не пришлось. Едва соперники вышли из раздевалок, Игорь Стасевич дальним ударом вернул надежду Батэ. Мы ожидали, что соперник прибавит по сравнению с первой игрой. Батэ очень сильный клуб. В Чехии ему практически не было бы равных. Жаль, что в первом матче на прошлой неделе мы не забили больше. Во втором тайме команды действовали куда более осторожно с оглядкой на свои ворота. Все понимали, пропущенный гол для каждого будет сродни капитуляции. И тем не менее, изменить цифры на табло могли идти и другие. Батэ сражался до последнего. Но финишный навал пользы не принес. Когда на четвертой компенсированной минуте мяч после удара Мирка Иванича прошел в десятке сантиметров от штанги, стало ясно, борисовчанам придется прощаться с Лигой чемпионов. Победа 2-1 оставляет команду Александра Ермаковича с бортом турнира. Плей-офф Лиги Европы. Последний шанс на Еврокубковую осень. Жалко, что было все рядом. Какие-то сантиметры решили судьбу нашей команды.